Look into my heart and say What my love You are to me Привет, друзья! Вы на канале Лепка Хоррор Шоу И с вами я Хоррор Мейкер Друзья, приветствую вас всех На моем наикриповейшем канале Лепка Хоррор Шоу Уверен, что среди вас нет таких Которые не знали бы страшных историй О пожирателях Их тьма тьмущая И вот представьте себе Я нашел еще одного Точнее нашел не я, а мой друг Джим Репортер Папарацци Те, кто в теме, те, безусловно, знают о многочисленных приключениях Джима А кто не в теме, посмотрите мои ролики И тогда узнаете Вот хотя бы этот ролик О том, как Джим впервые столкнулся с поездом-людоедом Информацию о пожирателях я черпаю из таких источников Различные статьи и отчеты о расследованиях Рассказы очевидцев Среди которых в первую очередь мои друзья Джим и Тревор Хендерсон Мои личные наблюдения Да, мастер, мы знаем, что ты великий монстровед Специалист по пожирателям Да, мастер, мы знаем Да будет вам, будет Хотите подлизаться ко мне? Думаете, что подлижетесь И я прощу вам все ваши покусы и царапины? Ну уж нет На этот раз историю о новом жутком пожирателе мне поведал Джим А ему рассказал о ней его друг-ирландец по имени Майкл Шарки Произошла эта история в небольшом ирландском городке под названием Корк Я и сам неоднократно бывал в этом городе Очень милый городок, кстати Дело было так Жила себе в Корке одна ирландская семья Папа, мама, сын и дочка Папа работал на стройке менеджером проекта Мама продавщицей в супермаркете Семья была не особо богатой, но и не бедная У них было два автомобиля Они могли ежегодно путешествовать в разные страны А у жены, к тому же, было довольно много различных украшений Часть которых была из золота, а некоторые даже, представьте себе, из платины И даже несколько ювелирных изделий с бриллиантами А еще у них была тяга к коллекционированию современной живописи И в квартире на стенах Висело несколько совсем не дешевых картин У детишек тоже была тяга к коллекционированию Но чего? Представьте себе Хомячков Каких только пород хомячков у них не было Весь дом просто кишел хомячками Эти хомячки, конечно, жили в основном в клетках Но дети постоянно выпускали их бегать по квартире Хомячки так распоясались Что даже прогрызли ходы между комнатами В общем, жизнь у этих зверюшек была люли-малина Когда семья уезжала в отпуск Они просили свою соседку приглядывать за хомячками И та вполне справлялась с этой не такой уж и сложной задачей А теперь, друзья, уж простите Реклама И вот однажды семья уехала в отпуск в Новую Зеландию Там они прекрасно провели время Но особенно их порадовали пейзажи Которые до этого они видели только в фильме «Властелин колец» Вы ведь знаете, что фильм снимали именно в Новой Зеландии Горы, леса, поля Когда семья вернулась домой То первое, что они увидели – полицейское ограждение Специальную ленту, опоясавшую весь дом По всему периметру таунхауса С приусадебным газоном стояли полицейские Что такое? Что случилось? Почему полиция? А случилось вот что Какие-то залетные грабители решили ограбить эту семью Грабителей было трое Само собой, кто-то их навел Иначе откуда они могли узнать про драгоценности и картины Но моя история вовсе не о грабителях Потому что их в конце концов поймали Всех троих Но им не повезло Когда следователи воссоздали картину происшедшего То они были так шокированы, что с трудом справились со своими эмоциями Итак, трое грабителей подошли ночью к дому Отключили сигнализацию Открыли дверь и проникли в квартиру В заранее подготовленные специальные сумки Они начали складывать ценные вещи В первую очередь драгоценности и картины И тут под ногами одного из преступников раздался писк Мужчина посмотрел под ноги и увидел Что он наступил на хомячка и раздавил его Почему-то это привело преступника в ярость Он стал оглядываться по сторонам И увидел множество других хомячков, бегающих по полу Он стал хватать их всех и скручивать им головы К счастью, часть хомячков попряталась в ходах Которые они прогрызли в стенах Но несколько хомячков погибли Когда грабители закончили складывать награбленное добро в сумки Тот из них, который погубил хомячков Решил помыть руки в ванной Он подошел к умывальнику Открыл кран с водой И начал наполнять умывальник водой Наверное, он был англичанином Потому что у них так принято Они моют руки не под проточной водой А наполняют умывальник и моют руки в умывальнике Наполненном водой Когда грабитель наполнил умывальник водой И сунул туда руки Тут-то все и произошло Из краев умывальника высунулись Жуткие зубы и клац Рук грабителя, как не бывало По самые локти Раздался истошный крик Двое других бросились к своему дружку И увидели, что он стоит и истошно орет А перед ним, под умывальником Лежат обрубки обеих рук Не люблю рекламу А что делать? Этот громкий крик услышала соседка И вызвала полицию Вот такая история, друзья Но на этом она не закончилась Как вы понимаете Я не мог пройти мимо такого лакомого пожирателя Это что-то новое, подумал я И начал свое собственное расследование Не стану грузить вас всем ходом моих изысканий И скажу вам о самом важном результате Помните историю про ванну-пожиратель? А про унитаз-пожиратель? Так вот, как оказалось И ванна-пожиратель И унитаз-пожиратель И этот новый умывальник-пожиратель Это все одна и та же сущность Каким образом она вселяется в разные предметы Я еще до конца не понял Хотя не скрою У меня есть пара-тройка прекрасных гипотез Но я еще продолжаю расследование И надеюсь, когда завершу их Обязательно расскажу вам о том Как эта пожирательская сущность Воплощается то в ванну То в унитаз То в умывальник Но хочу отметить Что этот пожиратель Представляет опасность Только для плохих людей А для нас Хороших и добрых людей Он не опасен Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой он умывальник-пожиратель Да уж Ничего не скажешь Страшненький Попасть такому на зубы Приятного мало В общем, друзья Ждите следующих новостей Пока-пока Ваш Хоррор-мейкер Да-да-да Мы такие Все проникающие Если не подпишитесь Немедленно Ух, что сделаем Да что вы все заладили Подпишутся Лайки Если друзьям Ролик понравился Все подпишутся И поделятся И лайки поставят Успокойтесь уже Сначала перестаньте кусать И царапать мои руки По ночам Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин